Добрый день, уважаемые коллеги! Ну, во-первых, спасибо нашим гостям, которые нашли время, приехали к нам в институт и прибывают на сегодняшней конференции. Спасибо. Итак, мы говорим о проблеме лечения меланомы, а именно об иммунотерапии. Много или мало болеют вообще раком, не раком, а меланомой кожи? Но если посмотреть по этим цифрам, в Российской Федерации на 2015 год заболеваемость была чуть меньше 7 на 100 тысяч населения. Много или это мало? По сравнению с другими странами, с европейским, вроде бы не так много. Но, к сожалению, у нас четвертая часть пациентов диагностируется при распространенных стадиях. Это третья, четвертая стадия заболевания, то есть те пациенты, которые нуждаются в лекарственном лечении. Плюс каждый десятый пациент умирает в течение первого года постановки диагноза. И на сегодняшний день остается высокая заболеваемость среди молодого контингента пациентов. Это работоспособные люди, которые могли бы жить и здравствовать. Ну и что мы на сегодняшний день имеем по лечению? Как видите, спектр лечения достаточно большой сегодня меланомы. И мы, наверное, больше, чем когда-либо обращаемся и к хирургическому лечению, к палеотивным операциям. Мы проводим и лучевую терапию, проводятся и клинические исследования. И по данной нозологической форме, наверное, наибольшее количество клинических исследований наравне где-то с исследованием по поводу рака легкого проходит в настоящее время. И, конечно, первенства имеют новые уже направления. Это иммунотерапия и таргетная терапия. Что такое иммунотерапия, иммуноонкология? Это совершенно новое направление, абсолютно отличающееся от тех методов лечения, которые ранее применялись. И оно не направлено непосредственно на опухоль. Оно направлено на организм, на иммунитет, на то, чтобы организм боролся против опухоли, заводя свои иммунные механизмы. И как пазл вставляется в определенную картинку, мы можем лечить пациентов комплексно и получать определенные позитивные ответы. Почему именно к меланоме можно говорить, что иммуноонкология имеет очень большое важное значение? Да, потому что меланома именно, она отличается большой высокой мутагенной нагрузкой. И поэтому есть высокий потенциал экспрессии антигенов и возможность отвечать на иммунотерапию. Плюс те изменения, которые происходят в опухоли, которая спонтанно регрессировала, а такие случаи описаны при меланоме, причем они встречаются не так редко, можно обнаружить клетки, которые отвечают за иммунный ответ, в частности, CD8 клетки, CD4. То есть это свидетельствует о том, что опухоль иммуногенна, и можно надеяться именно на иммунный ответ. И на сегодняшний день, говоря об иммунотерапии, есть два больших класса препаратов, которые работают. Это блокаторы CDL4, к ниматную степилимап, 3-миллимап, и пилимап зарегистрирован в Российской Федерации, 3-миллимап нет в настоящее время, блокаторы PD-1 и блокаторы PD-L1. И механизм действия этих препаратов самое главное направлен на то, еще раз повторю, не прямо на опухоль, а на то, чтобы иммунная система увидела, наконец, своего врага. Мне понравилось сравнение в одной из международных лекций, когда говорили, что, к сожалению, лимфоцит не видит опухоль, он не может ее никак распознать, у него как шора на глазах, и если ему открыть вот эту занавес, чтобы он увидел, тогда он направит все свои силы против опухоли, реализуется иммунный ответ, и тогда будут позитивные результаты. Что мы имеем на сегодняшний день? Если мы начинали в 1975 году, тогда, когда был синтезирован декорбозин, и он остается, в общем-то, золотым стандартным по сегодняшнее время, одногодичная выживаемость пациентов, она, к сожалению, исчислялась где-то 30% максимально. На сегодняшний день одногодичная выживаемость пациентов уже превысила 70%. Есть данные о двугодичной выживаемости пациентов, благодаря применению современных препаратов, которая превысила уже 60%, трехлетняя выживаемость пациентов превысила 40%, и есть пятилетняя выживаемость, когда мы говорим о возможном излечении третьих пациентов. Повторяю, мы говорим всё-таки о метастатической меланоме кожи, где в настоящее время как раз и появились самые новые изменения. И на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано три препарата для лечения больных меланомой и больных немелкоклечным раком лёгким, раком почки. Значит, три препарата – это эпилюмаб, повторяю, пембролизумаб и неволумаб. Итак, мы остановимся сейчас пока на эпилюмабе. Что мы имеем на сегодняшний день? Эпилюмаб – это ингибитор CTL-4, препарат, который впервые появился и сделал революцию, в принципе, в лечении больных метастатической меланомой. Этот препарат, который впервые показал, что можно достичь увеличения выживаемости у пациентов с метастатической меланомой. И что самое главное, вот хочется показать мне на этом слайде. Есть группа пациентов, которые живут без признаков прогрессирования заболевания более трёх лет. Этих пациентов около 20%. У них уже общая выживаемость, по последним данным, более 7 лет и более 10 лет. То есть часть пациентов, в которой живёт вот эта часть пациентов, без признаков заболевания. То есть столький показатель выживаемости может свидетельствовать о том, что это можно считать потенциально вылеченных пациентов. Всего 4 введения эпилюмаба и вот такие вот результаты. Но все иммуно-онкологические препараты, они отличаются определенной, имеют определенные особенности. И в первую очередь это препараты, которые, они ведь не направлены непосредственно на опухоль. Это не цитостатики. Поэтому и ответ может быть не моментальный. Могут быть явления такие псевдопрогрессирования. Здесь вот на нашем, на этом слайде продемонстрированы результаты лечения нашего пациента. При первом обследовании выявлены изменения в лёгких, которые были интерпретированы как метастатическое поражение лёгких. Но через несколько месяцев эти явления исчезли самостоятельно. То есть это псевдопрогрессирование, которое может быть. Могут быть ответы на эпилюмабе. На сегодняшний день с появлением новых лекарственных препаратов иммуно-онкологических появились они более эффективные. И мы думаем, что вообще каково место эпилюмаба. Но, тем не менее, посмотрите, длительные частичные ответы у пациентов более трёх лет от начала лечения с поражением, метастатическим поражением печени, сохраняется. То есть препарат, конечно, безусловно, работает. Но вот это тоже фотографии нашей пациентки, которая ранее лечилась другими лекарственными препаратами без эффекта. И мы впервые увидели эффект на применение эпилюмаба после четырёх введений. Метастатические очаги стали исчезать. В конце концов, они практически полностью исчезли. И эффект сохранялся длительностью 8 месяцев. Да, потом было прогрессирование заболевания. Больная перешла на другой вид лечения. Но вот эти эффекты, конечно, были достаточно значимы. Таким образом, на сегодняшний день эпилюмаб зарегистрирован в Российской Федерации. Он в мае 2016 года был зарегистрирован. Он зарегистрирован в качестве препарата для лечения пациентов с метастатической и местно распространённой меланомой для взрослых пациентов. И я хочу обратить ваше внимание, что пациенты должны получать лечение именно с медленно прогрессирующим заболеванием. Если у пациента быстрое прогрессирование заболевания, балки, то есть большие конгломераты, конгломераты опухолевые и ожидаемая продолжительность жизни низка, то не стоит эти лекарства и назначать. То есть это должна быть определённая категория пациентов. И назначаем мы эпилюмаб вне зависимости от наличия мутации БИРАФ. Ещё группа, я вам говорила, что вторая группа лекарственных препаратов, она работает уже по-другому. Она работает не на уровне лимфатического узла, она работает на уровне микроокружения, и она воздействует на рецепторы программированной смерти лимфоцита. Блокируя эти рецепторы, освобождается лимфоцит, воздействует на… работает так, как он должен работать, запускаются все иммунные механизмы, и мы получаем ответ. Ну вот первое исследование, которое засвидетельствует о том, что неволумаб намного эффективнее, чем химиотерапия, как вы видите здесь, в три раза эффективность выше, не вызывало сомнений, но в то же самое время мы получаем совсем другой вид токсичности. У неволумаба не та токсичность, и у пилюмаба то, что у химиотерапии, это не гематологическая токсичность. Это появляется уже другой вид токсичности, кожная токсичность, это может быть изменение со стороны желудочно-кишечного тракта в виде диарея, это может быть и изменение со стороны печени и увеличение уровня трансаминаз. То есть это осложнения, которые опосредованы функционированием моноклональных антител в организме и запуском всех иммунных механизмов. И лечатся эти осложнения совсем по-другому. Они лечатся глюкокортикоидой, причем высокими дозами и длительно. Ну вот еще одно из исследований, которое подтвердило, что неволумаб достаточно эффективен по сравнению с докорбозином уже в первой линии лечения. Как видите, выживаемость без прогрессирования на сегодняшний день уже есть данные трехлетней выживаемости, которые достигают почти 40-40%. Данные, конечно, достаточно впечатляющие. Общая выживаемость у пациентов двухлетняя, извините, извините, двухлетняя общая выживаемость равняется почти 58%, по сравнению с докорбозином, у которого менее 30%, 26%. И сравнивали, например, неволумаб с эпилемумабом. Эпилемумаб впервые был зарегистрирован, неволумаб позже пришел. Насколько эффективнее неволумаб против эпилемаба? Ну, как видите, разница достаточно выраженная. На 14% общая выживаемость выше у тех пациентов, которые получают неволумаб против эпилемаба. Если говорить о токсичности, то, конечно, неволумаб, он менее токсичен, чем эпилемумаб. И посмотрите, если говорить по частоте ответа, сравнение двух препаратов эпи и нива, конечно, все идет в сторону неволумаба. Частичный ответ также значительно выше в два раза у неволумаба, чем у эпилемумаба. И длительность медиана ответа почти в два раза также выше. То есть, конечно, препарат себя зарекомендовал и выходит также на планку лечения лечения пациентов с метастатической меланомой. Выбирая категорию пациентов, кому, может быть, больше поможет этот препарат, потому что препараты, ведь они достаточно дорогие и не всегда нам будут доступны. Наверное, эти вопросы у нас будут стоять. И предиктивные маркеры, они достаточно значимы, их поиск. Поэтому первый маркер, о котором думается, который предполагается, это PD-L1. И в зависимости от уровня его экспрессии определялось, насколько эффективно лечение. Ну, можно сказать, что и неволумаб работает при любом уровне экспрессии PD-L1 вне зависимости и продемонстрировал, конечно, увеличение общей выживаемости по сравнению с эпилемумабом у пациентов с метастатической меланомой, еще раз повторяю, вне зависимости от экспрессии PD-L1. То же самое, как вы знаете, пациенты с бравмутацией касаются. Пациенты достаточно большое количество имеют бравмутацию. В Российской Федерации это 60% пациентов. Так вот, работает препарат или не работает у бравпозитивных пациентов. То же самое проведено исследование, посмотрели неволумаб и пилюмаб, как он работает у пациентов с наличием мутации или нет. И то же самое это исследование показало, что вне зависимости от наличия мутации неволумаб он демонстрирует преимущества по сравнению с пилюмабом и можно назначать препарат вне зависимости от этого статуса, от статуса пирав. И если немножко нам пофантазировать, вот у нас есть все препараты, с чего лучше начинать. У нас и пи есть, и снива. Так вот, думать уже тут нечего. Исследование показало, что частота объективных ответов будет выше, если мы начнем лечить с неволумаба, нежели с эпилюмаба. Видите, частота объективных ответов 56 против 31. И выживаемость 12-месячная, намного выше у пациентов, если мы начинаем с неволумаба, а потом переходим на эпилюмаб. И в настоящее время у нас в Российской Федерации не зарегистрирована комбинация комбинация двух этих препаратов, неизбежит с неволумаба. Неволумаба и эпилюмаба. Но, тем не менее, сейчас исследования прошли, и исследования эти были уже опубликованы и оглашены в Мадриде на ЭСМО. И показывает, что, конечно, комбинация, она очень эффективна. Она очень эффективна. Как видите, частота объективных ответов, она приближается к 60%, хотя это иммуно-алкологические препараты. Тут самое главное не как частота ответов, а длительность, длительность ответов и общая и безрецидивная выживаемость. Ну, конечно, преимущество, видите, на этом слайде и медиана времени без прогрессирования, она достаточно велика. И в настоящее время медиана длительности ответа не достигнута, тогда как с эпилюмабом 19%. Но комбинация в настоящее время зарегистрирована в Российской Федерации, тем не менее, поскольку о ней уже много говорят и обсуждается вопрос, скорее всего, что она будет зарегистрирована в Российской Федерации, я бы считала необходимым вам об этом сказать, чтобы просто были доктора осведомлены. Но, тем не менее, эта комбинация, она достаточно токсична. Токсичность третьей-четвертой степени достигает почти 50%, 46%, поэтому выбор пациентов, конечно, должен быть определенный. Мы должны понимать, кого мы должны выбирать для лечения в комбинации. Следующий препарат – это пембролизумаб. Пембролизумаб, его эффективность, его действия практически аналогичны Ниволумабу. Две фирмы работают практически один нос к носу, как называется, идут, и оба препарата появились практически у нас одновременно, зарегистрированы в Российской Федерации. Напомню, что пембролизумаб у нас зарегистрирован для лечения больных меланомой распространенной формы и немелкоклеточного рака легкого. Так вот, одно из исследований, первое, причем первые Б-фазы, обратите внимание, сейчас вообще удивительно, исследования первой фазы, они уже показывают эффективность лечения. Мы можем говорить и об общей выживаемости, и бессредизивной выживаемости, в то время как исследование первой фазы вообще настроено на то, что мы выбираем дозу. Так вот, уже на первой фазе было выявлено, что препарат достаточно эффективен. И самое интересное, что, посмотрите, часть пациентов, они те, которые, извините, извините, те, которые реагировали на лечение, смахнула я как, отреагировали на лечение, и у которых есть ответ, разрез полный сохраняется у 97%. Обращаю вас к тому же слайду, что я говорила на пеллюмабе. Часть пациентов, которые отреагировали на лечение, они могут жить долго, и можно их считать потенциально излеченными. Вот, и на этом слайде мы видим, насколько эффективен препарат пембролизумаб по общей выживаемости. Если смотреть всю когорту пациентов, то четырехлетняя уже выживаемость данные почти 50%, 48%, а ранее не лечены, 37%, извините, а ранее не лечены, если пациенты, то почти 50%, 48% живут достаточно долго. И опять же вставал вопрос, насколько эффективен пембролизумаб или эпилюмумаб. Два препарата, которые равнозначно могут использоваться для лечения больных метастатической меланомой. Проведено исследование, и последние данные 2017 года показали безрецидивную выживаемость у пациентов, те, которые получают пембролизумаб, выше, больше, чем в два раза по сравнению с эпилюмумабом. И то же самое общее выживаемость у пациентов, получавших пембролизумаб, достаточно в несколько раз выше, не в несколько раз выше, 50 и 39% выше, чем у пациентов, которые получали эпилюмаб. Если говорить по частоте ответов, то, как видите, 42% и 16%, причем хочется обратить внимание на полные регрессы, 13% у пациентов, получавших пембролизумаб и 3% получавших эпилюмаб. Конечно, такие проценты, такие доли чистоты и ответов, они не наблюдались ранее, я уже не говорю о химиотерапии, конечно, мы понимаем, что мы входим в эру, лечение пациентов с новыми лекарственными препаратами, встает вопрос, конечно, только о возможности получать их. На что бы я хотела еще обратить внимание, посмотрите, вот интересно, вот этот слайд, те пациенты, которые получают, которые ответили на лечение полным регрессом, у них ответы сохраняются достаточно долго, они живут, и медиана общей их выживаемости, она еще не достигнута. 91% пациентов, те закончили, которые принимать препарат, были живы без прогрессирования заболевания при медиане наблюдения почти 10 месяцев. То есть, опять же, это говорит о том, что часть больных, ответивших на лечение, которых полный регресс или частичный регресс могут быть потенциально излеченным. Но вот это результаты лечения нашего пациента, одного из первых пациентов, препарат еще был не зарегистрирован в Российской Федерации, он его покупал и привозил к нам сюда, мы его лечили пациента, и вот те регрессы, которые мы наблюдали, буквально через 8 недель от начала лечения, конечно, они были достаточно впечатляющими. И буквально несколько слов еще об адювантном лечении. На сегодняшний день адювантное лечение при метастатической меланоме в Российской Федерации предусматривает применение интерферонов, вы это знаете. Химиотерапию, надеюсь, что никто не принимает, у нас в Российской Федерации не назначает, надеемся на это. Но встает вопрос, стоит ли применять новые современные лекарственные препараты, в том числе иммуноонкологические препараты. Так вот, опять же, в Мадриде в этом году на ЭСМО были обубликованы результаты исследования по применению адювантной терапии неволумаба у больных, которые были радикально прооперированы, но с высоким риском рецидива заболевания. Две группы пациентов, одна получала неволумаб, другие получали эпилюмаб, лечение длилось в течение одного года, ну и посмотреть, вот какие результаты достигли. Безрецидивная выживаемость в группе пациентов, те, которые получали неволумаб, она была равна 66%, тогда, когда эпилюмаб 53%. И если посмотреть вот по данному, по такому, по спектру, под групповой анализ, то можно сказать, что, конечно, все превосходство идет в сторону неволумаба. Таким образом, можно сказать, препарат неволумаб, он достаточно эффективный в адювантном лечении. Безусловно, по своей токсичности, если будем сравнивать и письмиво, еще раз вам скажу, то, что препарат более легко переносится, и третья степень, третья-четвертая степень токсичности, как видите, у неволумаба значительно ниже, чем у эпилюмаба. Могу сказать, что эпилюмаб вообще проводили в дозе 10 мг на килограмм веса. Изначально эта доза, которая была причем зарегистрирована FDA, токсичность достаточно велика, было несколько смертей на адювантном лечении. То, что касается вот этого лечения, два пациента умерло в группе с эпилюмабом и в группе неволумаба, не было смерти, связанной с токсическим лечением. Тоже говорит о том, что препарат, безусловно, может занять определенное место в лечении пациентов после операции с высоким риском рецидива. Таким образом, сделан вывод на основании этого исследования, что неволумаб является новым потенциальным стандартом адювантной терапии больных резиктабельной меланомой третьей стадии вне зависимости от наличия бираф-мутаций. И в настоящее время я хочу сказать, что в НССН за 2017 год было 9 версий по лечению меланомы, и на сегодняшний день существует первая версия 2018 года, где в адювантном лечении уже обозначено применение неволумаба. Неволумаба, и мы сейчас просто не касаемся таргетной терапии, но еще и таргетная терапия. Таким образом, сравнивают эти все три препарата, три препарата, которые появились, ворвались просто, можно сказать, вихрем в лечении пациентов с меланомой. Они, каждый, имеют свое определенное место. Безусловно, неволумаб с пембролизумабом, они более эффективны и менее токсичны, но однозначно они позволяют достичь и длительных эффектов, и увеличивают продолжительность жизни пациентов. На сегодняшний день это является стандартом лечения метастатической меланомы у нас, и мы думаем, что в ближайшее время будет зарегистрировано и применение в адювантном режиме, и, конечно, встает о излечении пациентов, возможной группе пациентов. И что мы дальше с вами хотим? Вот у нас иммунотерапия голубенькая, вот у нас таргетная терапия зелененькая, химиотерапия. Что хочется? Хочется, конечно, больших результатов, хочется, чтобы вот эти вот пациенты жили долго и счастливо и забыли о своем заболевании. То есть речь идет еще дальше, идет о комбинации не только препаратов иммуно-онкологических друг с другом, но и о комбинации уже и с таргетными препаратами, может быть, и с химиопрепаратами, с другими биологически активными препаратами. Речь идет о возможном излечении ряда пациентов, то есть отношению к меланоме, некогда считавшуюся как инкурабельному заболеванию, как одному из хронических заболеваний. Поэтому на сегодняшний день можно сделать отвод, что, конечно, мы переживаем с вами новую эпоху в лечении пациентов с меланомой, почему можно сказать не только с метастатической, а в целом о меланоме. Я сегодня касалась только меланомы кожи, не говорю об увиальной меланоме и меланоме слизистых, потому что там все пока не так просто, но во всяком случае и современные иммуно-онкологические препараты позволяют добиться и длительных результатов. Но остаются у нас актуальными вопросами. Конечно, мы должны понимать, какие предиктивные маркеры существуют для того, чтобы добиться лучших результатов и выяснить ту группу пациентов, которым более эффективно будет лечение, тем более учитывая все экономические проблемы. Конечно, мы собираемся увеличить эффективность, снизить токсичность и встает, конечно, большой вопрос, это вопрос обеспечения, но я думаю, что это касается не только нас, врачей, это вопрос, конечно, такой социально-экономический, медицинский, всеобщий. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Будут вопросы? Я дала... Пожалуйста. Огромное спасибо, Светлана Анатольевна. Как всегда, блестящая лекция, наполненная эмоциями, что очень немаловажно, после паузы на еду, по крайней мере, точно в сон не клонило, я хотел бы задать вопрос о судьбе пациентов с прогрессированием на лечение иммунопрепаратами, потому что в тех слайдах о результатах исследований, которые вы показали, частота объективных эффектов, например, в Кенот, в одном из исследований на Ипилимумабе было, насколько я помню, только 14 или 15%, при этом 10-летняя выживаемость после регистрационного исследования около 20%. Есть смутное подозрение, что те, кому не удалось добиться положительного эффекта, по крайней мере, явного, все-таки какая-то часть из них живет. Пожалуйста, прокомментируйте. Что можно сказать, как быть, как лечить пациентов, которые не отвечают лечению. Я думаю, что тот арсенал, Михаил Юрьевич, тот арсенал лекарственных препаратов с нами остается. И несмотря на то, что наши иностранные коллеги говорят, они не используют никогда химиопрепараты, на сегодняшний день они все равно существуют. Те пациенты, которые имеют BRAF-мутацию, они, по идее, если у нас все есть, они должны, конечно, получать препараты, которые направлены на именно наличие мутации. А если же нет ни мутации, и пациент не отвечает на иммуно-онкологические препараты, ну, тут уже идут, наверное, искусствоврачи. К сожалению, есть группа пациентов с меланомой, которые не отвечают ни на что. И здесь, видимо, существуют еще какие-то маркеры, о которых мы, может быть, и не знаем. К сожалению, меланома, она достаточно гетерогенное заболевание. И предикторов существует достаточно много. Те же пациенты, например, с высоким, я не стала сейчас говорить, с высоким уровнем ЛДГ, у них течение заболевания идет совершенно по-другому, и они по-другому отвечают на лечение. Поэтому я думаю, что в этом плане еще намного нужно будет работать. Ну, и повторяю, мы работаем с теми препаратами, которые у нас есть в руках. И как бы мы ни говорили о наших фантазиях, мы лечим больных и химиопрепаратами, мы лечим больных в сочетании с иммунными препаратами, те, которые у нас есть. Интерфероны, я имею в виду, интерликина в сочетании с химиотерапией. И иногда достигаем тоже неплохих результатов. Спасибо. 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 Спасибо.